В этом видео я поделюсь с вами тремя способами начать беседу с кем угодно и где угодно. Я делаю это, потому что люди часто спрашивают у меня, как начинать беседу в различных ситуациях. Они хотят знать, как начать разговор на конференции, как начать разговор в баре или как начать разговор на домашней вечеринке. Честно говоря, да, можно иметь особые способы говорить с людьми для каждого случая. Но если на этом зациклиться, то из-за переизбытка разных способов в нужный момент вы можете просто зависнуть и не сказать ничего. Намного проще, если у вас будет три вещи, которые вы сможете использовать везде. Это станет вашим рефлексом. Вы вступите в беседу и можете познакомиться с очень интересными людьми. Поэтому я начну вам о них рассказывать. Первое можно отнести к образу мышления. Я называю это человеческий гугл, потому что сейчас, если у нас возникает вопрос, мы прежде всего задаем его гуглу. Если вам нужно узнать, как добраться из пункта А в пункт Б, вы ищите в гугле. Если вы хотите найти хороший ресторан, то вы, возможно, обращаетесь к Yelp, но наверняка сперва печатаете в гугле. В общем, мы обращаемся к технологиям. И суть первого пункта в том, чтобы взять эти вопросы, которые мы задаем технологиям, и даже не озвучиваем, и задать их людям вокруг, особенно людям, которых мы не знаем, а не друзьям. Приведу пару примеров, чтобы вы поняли, о чем я. В день боя между Флойдом и Коннором, я был в тренажерном зале, и до меня дошло, что я не знаю, где я буду смотреть бой. Я просто сказал человеку, который был рядом, «Боже, сегодня же бой, ты будешь его смотреть?» Он ответил, «Да». И я спросил, «Где ты собираешься смотреть?» Завязался разговор. Мы говорили около пяти минут. Теперь я могу поздороваться и поболтать с этим человеком. Еще один пример. Я только переехал в Санта-Монику. Мне здесь очень нравится. И вопрос, который задавал десятки раз. Вы здесь живете? Подскажите новичку, куда можно сходить? Что можно сделать? И посмотреть в округе. Как я сказал, я задавал эти вопросы десятки раз. И познакомился с некоторыми интересными людьми. Всех я не вспомню, потому что их было очень много. Но была группа девушек в баре. Мы спросили у них. Они дали нам отличные советы. И теперь я с ними встречаюсь раз в неделю-две. Они обычно отдыхают в одном и том же месте. И мы можем посидеть, поболтать. И мы друг с другом очень дружелюбны. Другой пример. Если я встречаю людей, которые говорят с каким-нибудь акцентом или на иностранном языке, то я могу просто спросить, откуда человек? Турист ли он? Или переехал сюда? Вы можете сказать, эти вопросы довольно глупые. Но в этом и смысл. Главное не то, что вы говорите сначала. А если, конечно, вы хотите продолжить разговор. Что вы говорите затем? Это немного отходит от темы данного видео. Но не могу же я вас оставить на полусловие. Поэтому во второй части беседы вы можете употребить вопросы об эмоциях во всех его проявлениях. Возьмем первый пример с парнем в тренажерном зале. Мы начали разговор, и когда беседа завелась, я спросил, наверное, ждешь, не дождешься? Как ты думаешь, кто победит? И беседа пошла дальше. Другой пример. Я спрашивал людей, что мне стоит посмотреть. На этом этапе разговора я спрашивал. Вам здесь нравится? Что вам нравится больше всего? То есть задавал вопрос об эмоциях. Даже если человек не местный, я спрашивал. Какие впечатления о Санта-Монике? Вам здесь нравится? Когда вы сводите разговор к эмоциям, то беседа начинает раскручиваться. И теперь мы думаем, как поддерживать беседу легкой и интересной, а не о том, как начать говорить. И это был первый способ. Человеческий гугл. Второй, очень похожий на первый. Я называю человеческий твиттер. Если к гуглу мы обращаемся с вопросами, то в твиттере мы делаем утверждение. Простой пример. Я на днях был в баре, и туда вошел человек. Я вам клянусь, полностью одетый как ковбой. У него была шляпа, бандана, мне кажется, у него даже лассо было. Я был просто в шоке. Я схватил человека рядом и сказал, «Слушай, ты должен это увидеть. В бар только что вошел ковбой». Вот и все. Мы начали говорить. Я не помню, о чем мы потом говорили, но беседа началась. Главное, что нужно помнить с человеческим твиттером, как и гуглом, что вы не планируете утверждение или вопрос заранее. Сложность здесь состоит в том, что человек думает, «Так, что же мне сказать?» И, допустим, решает сделать комплимент. Он начинает панически думать, «Так, комплимент, комплимент». Подходит к человеку, который, скажем, одет, как я, и думает, «Я сделаю комплимент об одежде». А сказать нечего. Это же просто черная футболка. В итоге, то, что он скажет, может показаться неискренним. Но если отложить все в сторону и подумать, какие искренние мысли мне приходят в голову, всегда найдется что-то. Это может быть нечто глупое, но, как я пояснил раньше, это не важно для первой реплики. Хотите и верьте, хотите нет. Но люди жаждут начать разговор. Так что вы можете сказать что-то вроде, «Боже мой, здесь так жарко». С меня течет, как скабана. Человеческий твиттер. Скорее всего, человека три рядом с вами ответит. Это кошмар, да? И вот, беседа началась. Вы можете продолжить. Это просто ужас. Здесь просто парилка. Я терпеть этого не могу. Теперь думаю, стоит ли здесь оставаться или переехать куда-нибудь. Вы перешли на обсуждение эмоций, и разговор завязался. Опять же, я немного отхожу от темы начала разговора. Просто хочу вам дать немного больше. Возвращаясь к теме, есть еще один прием, который можно использовать, и он работает очень хорошо в закрытых социальных условиях. В различных мероприятиях, в барах, на корпоративе, в университете, на вечеринках, в любом месте, где есть повод пообщаться, потому что в этом вся суть мероприятия. Итак, вы подходите к кому-нибудь и говорите. «Привет, не думаю, что мы знакомы, я…» Говорите свое имя и протягивайте руку для рукопожатия. «Привет, не думаю, что мы знакомы, я Чарли». Это работает отлично, потому что подразумевает собой интересные вещи. Во-первых, это подразумевает, что вам положено здесь общаться. Не думаю, что мы знакомы, хотя уже должны были познакомиться. Во-вторых, это подразумевает, что вы социальный человек, раз вы начали разговор. Собеседник последует вашему примеру. Вытяните руку, и он рефлекторно ее пожмет в ответ. И опять же, переходите к эмоциям. Вам здесь нравится? Как вы здесь оказались? Вам здесь весело? Это позволит продолжать беседу. Но не буду все усложнять. Если вы используете эти приемы, то у вас все получится.